Открыть огонь! Далеки вернулись, вооружённые ничем иным, как присоской, лучевой пушкой и очень плохим настроением. Эти металлические монстры триумфально возвращаются на телеэкран впервые за 17 лет. Доктор Кто? Конфиденциально. Первый сезон, шестая серия. Далек. На площадке возник какой-то совершенно новый уровень энергетики в день, когда там появился Далек. Он прекрасен. Знаете, у взрослых мужчин глаза загорелись, когда они увидели эту перешницу. Удивительно. Мне довольно трудно поверить, что Далеки действительно страшные. Но когда я встречалась с людьми, то они говорили, что они, во-первых, прятались за диваном, когда появлялись Далеки, а во-вторых, их до ужаса пугала музыка. И я понимаю, как важна эта серия. Это нечто, что все запомнят, так что никакого давления. Итак, держитесь, эти крушащие, все на своем пути, наводящие ужас танки, готовы. Уничтожить! Повторить все снова. Но план вернуть Далеков на этот раз чуть не уничтожили в самом начале. Мы все хотели, чтобы Далеки стали частью нового Доктора Кто. Думаю, для любого фаната их отсутствие было бы просто невозможным. Роза, сейчас же отойди! Нет, потому что я не позволю тебе сделать это! Эта штука убила сотни людей! Не он оставляет на меня оружие. Он знает силу всех инопланетян, с кем встречался. Что он делает? Они древние враги, повелители времени. Я должен это сделать! Я должен это закончить! Далеки разрушили мой дом, уничтожили мой народ, у меня ничего не осталось! Посмотри на него! Далек такой, каким все его знают, и поэтому мы не хотели вмешиваться в его облик. Это ведь настоящая знаковая фигура, он фантастичен. Так что мы ничего не меняли. И поэтому, как только он впервые вкатывается на экран, вы мгновенно узнаете, что это, и будете потрясены. Но есть одно главное отличие. Далек утратил свой блеск. Цвет был очень важен. Мы добавили элементы, которые, на мой взгляд, делают их более объемными. Думаю, мы сделали из Далека что-то типа мини-купера. Уничтожить! Чтобы они выглядели более могущественными, более устойчивыми, очень нужно было, чтобы они выглядели как металлические, то есть способные причинить серьезный вред. Вы должны верить, что эта штука очень легко может завоевать Землю. И что ты собираешься сделать? Засосешь меня до смерти? Серия Далек мрачнее. Она мрачнее по фону. И опять же, поскольку Доктор представляет главную движущую силу сериала, это более мрачный Доктор, потому что он испуган. Уничтожить! Уничтожить! Выпустите меня! Ты враг Далеков! Ты должен быть уничтожен! По-моему, еще страшнее от того, что они смертельно опасны. Количество жертв в истории Доктора невероятное. Это резня, а сейчас я... Когда я пишу это сейчас, то сажусь и думаю, 20 страниц, и еще никто не умер. Нужно кого-нибудь убить. Из-за всей его жизни и его энергии, его мир очень мрачный. Он связан со смертью. Возможно, это Далек снаружи, машина для убийств, но внутри это просто милый парень по имени Барнаби. Это совершенно новый Далек, поэтому управляется он совершенно по-новому. И внутри он чуть просторнее, но чуть короче, потому что у него механическая голова, а значит, мне приходится сидеть так, а когда втягивается присоска, я должен поднять руку. Очень я тут привлекательно все изобразил. Но в основном это я, когда Далек стреляет, катается по полу, пугает людей, разрывает цепи. И все в таком духе, в основном убивает людей. Гражданский, пропустите их! Возможно, это Далек новый и усовершенствованный, но у него традиционно имеется своя хелесовая пята. Лестницы! По-моему, одна из лучших шуток в Докторе Кто про то, что Далеки не умеют подниматься по лестницам. И мы знали, что первым делом возникнет вопрос, могут ли эти Далеки куда-нибудь добраться, если нет прямых коридоров. Поэтому первое, что я написал, в первой же сцене я отменил этот вопрос, когда Далек наконец-то поднялся по лестнице и убил всех, кто сомневался, что он способен на такое. Подняться! О, боже! Я думала, что будет трудно играть с тем, чего на самом деле там не было, или с куском металла. Сценарий очень человечный, такой эмоциональный, что нельзя удержаться от диалога, и, по-моему, это помогает передать подлинную реакцию на то, что говорит это металлическое существо. Ну же, убей меня! Почему ты это делаешь? Я не делаю! Я убиваю! Это моё предназначение! В старые времена парни, сидящие в даликах, как утверждают, учили слова, и они активировали лампочки, когда что-то слышали. Конечно, один говорит, другой нажимает. Никогда не было синхронности, а мы хотели, чтобы это было одновременно. Чего ты ждёшь? Я чувствую твой страх! А теперь оператор с пультом дистанционного управления должен стоять недалеко от меня, и я показываю пальцем вниз, когда говорю, так что он знает, когда мигать. Очень высокие технологии. Я инфицирован! Серии могут быть очень разными, но у них есть нечто общее. Всем известно, как важна музыка в Докторе Кто. Я ни на секунду не задумывался, хочу ли я принимать в этом участие. Просто хочу поблагодарить всех за то, что собрались тут в такой короткий срок, и начали работать, и за то, что создали музыкальное сопровождение для первого появления нового Далека. Доктор! Невозможно! Доктор! Уничтожить! Уничтожить! Ещё с детства помню, какую роль играла музыка в Докторе Кто. В основном она вызывала страх. Поэтому моя задача, как композитора, определить всё с самого начала. Роза, нет! Кинетический материал экстраполирован. Инициирую клеточную реконструкцию! Фантастика! Я навожу слизь на нашего Далека. Это прекрасная метилцеллюлоза, приятная и липкая. Обычно изображает инопланетную слизь. Всегда охота узнать, что за зверюга сидит внутри. Так что, когда я сегодня его увидела, это было просто потрясающе и здорово. Хочу сказать, парни его создавшие просто гений. Так много тьмы! Роза! Само существо сделано из силиконового каучука, очень мягкого каучука. Внутри него то, что мы называем моделью с тросовым управлением. Он управляется, как ручной тормоз на велосипеде. Жмёшь на рычаг, а на другом конце что-то движется. И там много маленьких рычажков, они за что-то тянут, проволочки тянутся, а щупальца движутся и глаза моргают. Нужно три человека, чтобы управлять этими рычагами, заставить его работать, и он ожил. Прикажи мне умереть! Я не могу этого сделать! Это не жизнь! Это болезнь! Я не должен быть как ты! Прикажи мне уничтожиться! Подчинись! 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 Сделай это! Итак, со смертью последнего Далика, несомненно, доктор видел их возвращение в самый последний раз. Я выиграл. Как тебе это? Но надолго ли? Уничтожить! Релиз трекера 1001 Cinema.tv Текст читал Саня Белый Горошa сменTION — М vocês знали! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok